Всем привет, друзья! И этот ролик посвящен всеми любимой народной рубрике «Домушники». Я не помню уже какой это по счету выпуск, но я думаю, вы в комментариях мне подскажете. Что же будет в этом выпуске? Я, так как меня все знают, как вы уже поняли, не могу сыграть роль ущербного отморозка богатея. Собственно, эта роль достается моему хорошему коллеге и другу Борису. Так что ты будешь играть роль мудака при бабках. С радостью. Всем привет. Тебе нужно сделать так, чтобы тебя не просто развели, а развели как следует. Будем звонить сейчас компьютер-мастеру. От слов к делу переходим. Здравствуйте, компьютер Меферец. Меня зовут Анастасия. Как могу вам обращаться? Здравствуйте, девушка Анастасия. Меня зовут Борис. Борис, что у вас случилось? У меня компьютер, в общем, совсем недавно поставили. Я никак не могу настроить интернет. Вот, никак не работает Wi-Fi. Вот мне, собственно, вызвать бы, наверное, мастера, чтобы наладить мою проблему. Все поняла. Вам удобно за сегодня, второй половине дня? К вам приедет мастер. Все по-кому. Да, удобно. Подождите, пожалуйста, местный адрес. Ну, все, записала. На адрес, который вы звоните, могу указать, что контактный? Да, можно. То есть мне позвонят перед тем, как приехать? Да-да-да. Мастер позвонит, еще раз все утащит, к какому времени он приедет. А хотя бы так, ориентировочно, часа через два я могу ожидать мастера? Хотя бы так. Да, думаю, да. Он спеет. Ну, хорошо, буду ждать. Ожидайте мастера, отпущу вашего дозвонка. Хорошо, до свидания. До свидания. Друзья мои, ждем компьютерного мастера. Будем смотреть, как он отреагирует на поведение данного гражданина, крайне неадекватного. Твоя задача вести себя как отбитый мажор при бабках, конченный отброс общества. Сразу скажу, нельзя себя так вести, ребят, если что, мы поступаем не совсем корректно, и я это прекрасно понимаю. Ну, а перед тем, как вы взглянете на данного компьютера мастера и, соответственно, что дальше по итогу будет, буквально на одну минутку мы с вами переместимся в студию. У меня есть, что вам рассказать. Поехали. Декабрь. На работе завал пробки по 10 баллов. Когда успеть купить подарки на Новый год? Мы совместно с интернет-магазином CityLink позаботились о вас. Ну, а я подобрал пару идей, чем порадовать близких на Новый год, а CityLink запаса приятными ценами, широкой сетью магазинов и пунктов выдачи. Закажите электронику и технику на сайте citylink.ru и заберите по пути домой. А если лень ехать самому, то доставит курьер. Подарок номер один. Если у вас, у вашего отца, брата, свата, либо даже мамы есть слагающий компьютер, лучший подарок, который вы можете сделать этому близкому человеку, то это SSD-диск. Я выбрал в качестве подарка Samsung 860 EVO на 500 гигабайт. Стоимость этого SSD-шника составляет 5000 рублей. Ну, а технические характеристики вы сейчас видите вот тут вот. А гаджет, друзья, номер два. Да, предположим, у вас есть близкий человек, который кайфует от хорошего звука, любит играть в гарнитурах и тому подобное. Я чисто от себя могу порекомендовать клауды вторые. И я могу сказать одно, что это лучшая гарнитура для геймера, которая есть на данный момент на рынке по соотношению цена-качество. Ну и гаджет номер три, который я могу также рекомендовать. Следующий по стоимости. Это самый переименальный гаджет для вот, если у вас, допустим, вы девушка, вы смотрите мой канал, либо вы хотите, вы мужчина, который хочет своему отцу сделать подарок, либо сыну, либо еще как-то. Самый лучший подарок, который вы можете сделать, это умные часы Huawei Watch GT 2. А я не буду рекламировать и вообще рекомендовать к покупке прошку, потому что можно взять простую версию GT 2, сэкономить 7000 рублей, а по функционалу вы получите примерно то же самое. Все это и многое другое ищите в интернет-магазине CityLink. В CityLink приятные цены, а также широкий ассортимент разных товаров. У них есть техника для дома и кухни, товары для красоты и здоровья, компьютеры и ноутбуки, смартфоны, гаджеты и аксессуары. Даже садовая техника и товары для автомобилей есть. Кроме этого, по промокоду BRIGMAN500 получаете 500 бонусов на следующую покупку при покупке от 5000 рублей до 15 января 2021 года. Переходите по ссылкам в описании и выбирайте подарки на CityLink, ведь возможно кто-то уже выбирает подарок для вас. Вот, собственно, комп. Вчера они его притащили. Я вчера полдня надохался, так скажем. Не мог никак интернет настроиться. У этого компа Wi-Fi есть. Вот, и никак все настроить не мог. Собственно, в этом вся проблема. Ну, скорее всего, может быть проблема в роутере. Проверим. Пожалуйста. Напомню, как вас зовут-то. Дмитрий. Меня Борис. Привет. Я сегодня днем еще девушке позвонил у вас, заявку создавал. Что-то очень долго приехал. У меня работа как бы ждет. Мне приходилось с телефона кое-как что-то обрабатывать, какую-то информацию, чтобы хоть какую-то работу выполнять. Что у вас так долго? Ну, возможно, заказов было много всего. Но тоже я не один как бы работаю тоже. Еще неизвестно. Много всего? Ну, не особо. Все, хватает. Ну, незаметно, что хватает. Ну, иначе вы все не успеете. Загруженность видим большая. Как у вас фамилия-то? Не забыть? Да, что такое. Окей. Ручка. Давайте, собственно, глянем, что у вас тут было. Сейчас мы вам системку прочистим. Посмотрим, как она у вас тут. Прочистим. Ну, что значит, от чего прочистим? Ну, вы же все равно систему, как я понимаю, не чистите, наверное. От чего, Иначе? Ну, смотрите, играйте там, в игры. Фотографии удаляете. Они все равно как бы достаточные файлы у них остаются. И их время от времени нужно все равно чистить. Ну, к примеру, дома же убираетесь правильно. И здесь, соответственно, в компьютере тоже нужна уборка. Время от времени. То есть, игры, когда играют, ну, там тоже какие-то вопросы. Ну, да, да, конечно. Там основные файлы? Ну, да, да. То есть, все равно надо регулярно проверить. Ну, пожалуйста, делай. Делай все, что нужно. Извини, я на «ты» перенедула. Да, без проблем. Делай все, что нужно, в принципе. Ну, ты только говоришь все-таки, что делай. Много заказов-то вообще бывает? Ну, да. В последнее время очень много. Как зарабатывается? Нормально? Да, ничего, да. На плаву держаться хватает. Хорошо. То есть, сейчас даже в наши нелегкие времена, которые получаются, все нормально будут? Ну, не особо, конечно. Да. То есть, раньше лучше было? Ну, относительно. Понятно. В какой-то момент вообще не было ничего. То есть, тишина вообще была. Можешь снять маску-то? Да, уже привыкший. Оба молодые, ничего не будет. Да ладно. Мне даже не хомпортно смотреть. Ну, ладно, хорошо. Спасибо. Вы вообще не чистили, как понимаю, да, компьютер? Ну, я, кажется, теряюсь даже и не знал, что надо чистить. Вот и я смотрю тоже застарно все. Ну, прям очень сильно. Ну, да, да. Ну, и что делать, я не знаю. Ничего, сейчас все исправим, почистим. Я смотрю, у вас еще и антивируса нету, да? Ммм... Плохо. У меня как раз есть сейчас с большими скидками антивируса. Могу вам предложить разные... с разными... Насколько большая скидка? Ну... В процентах хотя бы. В процентах 50 точно, где-то примерно. Ну, и что за антивирус? Ну, вообще, для чего вам нужен? Что вам здесь делать? Так, защищать вас от вредоносных систем. Что с интернета, что также с флэшек, к примеру, с тем же самым. Вот. Ну, вот смотрите, короче, у меня есть... Разные комплектации, есть минимальные. Средние и Голд. Ммм... Голд? Ммм... Я не знаю, что майнинг на... Что-то у меня даже знакомый, он этот майнингом занимается, но... Ну, а тем более. А это просто с моим компом, а я с майнингом не занимаюсь? Ну, все равно вирусы вредоносные есть, которые могут к вам залезть, так сказать. Использовать их в моей системе. Ну, да-да-да. Ну, такого не надо. Вот, ну, и для этого, я понимаю, да. Я не хочу, чтобы какой-то ISL пользовался моим компом. Вот. Именно для этого как бы. Я и предлагаю вам... Ну, какой мне лучше? Голд? Голд, да. Голд? Ну, а почему нет? Ну, наверное. Если он лучше будет. Ну, да-да. Тем более для такого-то компа. Угу. Так. Вы игры играете на компьютере, наверное, да? Ну, естественно. Ну, вот. Вам, наверное, и драйвера нужно будет установить сейчас. Обновить. Какие? На видеокарту. Ну, давай. Не, делай то, что надо, делай. Ну, вот, собственно, Касперского вам успел, как просили. Угу. Отлично. Угу. Давайте проверим, да, сразу. А сколько лицензия будет? Ну, и сколько лет лицензии? Пять лет. Пять лет? Да. Хорошо. Отлично. У меня есть комплекс, только они тоже, наверное, проданы. Если что, обращайтесь, мы сможем вам найти клиента, который... Кому продать? Да. Ладно. Офисы вам нужны, нет? Что за офисы? Ну, программы... Офисов у меня много. Какой... Что за офис? Ну, программы для работы с документами там. Печатать где? Ну, да, да. Microsoft Office? Word? Ну, да, да. Да, да. Да, да. Да, да, конечно. 20-й вон тогда сейчас установим. Я на работе 16, пользуюсь, есть 16? Да, с лицензионной, все дела как бы. Какая же лицензия, 120? Да, да, лицензия как раз в 4 тысячи стоит будет. А на сколько по времени? Тоже 5 лет. 5 лет? Да. Давай. Хорошо. Ты, ну, записывал какие услуги? Да. Сейчас посчитать, посмотреть, что там. Дай, можно. Дальнейшую сходить. Да, хорошо все. Сейчас я отойду дальнейшую? Да, хорошо. Ну, пока проверяем как раз. Что это такое? Ну, это плата, в принципе, в смысле? Здравствуйте? Да. Да, погоди. Погодите. А, Дмитрий? Дмитрий. В смысле? Можете рассказать? Чего рассказывать? Пособирать. Дмитрий, погодите. В смысле? Минутку, 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 минутку. Да какую минутку? Минутку. Ну, не ваша минутка. Ну. Вы меня узнали. Чего? Чего? Да ничего, ничего. Вы мне уже подосрали, все. Нет, хватит. Чего? Да чего я сделал-то? Погодите. Чего я сделал-то? Дмитрий. Дим, пожалуйста. Я удалю все записи. Я понял, что вы меня... Я удалю все записи. Если сейчас вы пройдете, нормально поговорим. Мы с вами нормально поговорим. Я удалю все. Я вас прошу, я вам дверь просто не открою. Вы отказите? Ну, точнее, нет. Я дверь открою. Подождите, Дмитрий. Две минуты делите. Две минуты все. Две минуты, пожалуйста, уделите. Две минуты уделите. Две минуты уделите. Две минуты уделите. Просто извиниться за то, что данный молодой человек вел себя, возможно, в каких-то моментах не совсем культурно. Ну, есть видимо, у кого учиться ему. Чуть-чуть попроще, Дим. Чем попроще? Че произошло? В смысле? Прямо он был. Дим, ну пожалуйста. Да пожалуйста, Дмитрий. Пожалуйста. Не-не-не, Дим. Ну а что, друзья. Компьютер-мастер ушел. И, к сожалению, у меня не получилось нормально пообщаться с ним. Как обычно я это делаю. Как раз расспросить за весь перечень услуг, которые он хотел предоставить. С одной стороны, ну короче, в любом случае это мошенство. В любом случае это неправильно. В любом случае поступать так нельзя. Но так клиенты тоже себя вести внимание не должны. Тот клиент, который себя так ведет. И если вы видите себя в лице этого клиента, то мои его соболезнования выведет себя как минимум неправильно и некультурно. Так вот. Как казалось-то Дмитрий-то уже снимался. Вот вы сейчас видите крупным планом. Точнее не крупным планом. Вы видите вставку из прошлого моего ролика. Я уже даже не знаю какой-то выпуск домушников. Насколько я помню, он тогда приезжал к моей бабушке. Вот тот самый Дима. Он снова попался. Вы же проститутку тут вызываете. Получается по технической части вы слабоваты. В чем главное отличие на видеокарт с префиксом RTX от GTX? Так вы все-таки разбираетесь. Я разбираюсь. Я не разбираюсь. Меня же бы рекомендовали вам как специалиста хорошего класса. Молчать. Меня нагреть на 110 тысяч рублей. Ну и да друзья, если что это слоник. Я не буду это показывать. Ну и да друзья. Вы сейчас видите. Вот тут вот полный список услуг. Их стоимость. Их стоимость. И стоимость в купе. Сколько все стоит. И так далее. Что хотел сделать соответственно Дмитрий. Ну а потребовать комментарий из Дмитрия. Как я и сказал. Мы с вами не можем. К сожалению. Он убежал только роняя свои тапки и ботинки. Поэтому на этом все друзья. Будьте бдительны. Берегите себя и своих близких. На этом все. Всем удачи. До новых встреч. И увидимся совсем скоро. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр.